В эфире новости в студии Светланы Злобина. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Опасен ли дым, который идет из труб медкомбината? Какие мероприятия проводит Северсталь по модернизации производства в угоду экологии? Прямые вопросы представителям компании сегодня смогли задать череповецкие педагоги. Вместе с ними на важнейших экологических объектах предприятия побывала съемочная группа канала 12. В особом или обычном порядке будут рассматривать дело о смертельной аварии у деревни Вичелово. Сегодня решали в районном суде. Крупное ДТП произошло в конце июля. В числе погибших маленькая девочка и беременная женщина. Рок-инициатива снова в Череповце. Фестиваль собрала 11 команд со всей России. Накал страстей, оглушительная музыка и полный отрыв ощутили на себе зрители во дворце «Строитель». Ну а сейчас подробнее. В особом или обычном порядке сегодня состоялось первое судебное заседание по делу об аварии на трассе Череповец-Сергиев-Посад. Напомним, 24 июля вблизи деревни Вичелово столкнулись три автомобиля. В результате аварии погибли четыре человека, в том числе ребенок и беременная женщина. Подробности далее. Следствие по факту резонансной аварии на трассе Череповец-Сергиев-Посад длилось чуть больше трех месяцев. Специалисты проводили необходимые экспертизы, которые прикрепили к материалам дела. И вот сегодня Череповецкий районный суд провел первое судебное заседание. Журналистов на процесс не пустили. В зале решалось, как именно в дальнейшем будет вестись разбирательство. Напомним, трагедия на трассе разыгралась 24 июля. Легковой «Ниссан-Премьера» вылетел на встречную полосу, где врезался в кроссоверы «Ниссан Кашка» и «Мерседес». От удара внедорожники улетели в кювет. Премьеру разорвало на две части. Одна осталась на дороге, вторая вместе с пассажирами улетела в кювет. На месте погибли четыре человека, в их числе семилетняя девочка и беременная женщина. Все ехали в легковушке. Водители и пассажиры кроссоверов, к счастью, не пострадали. Предполагаемого виновника с места аварии увезла реанимация. Позже в прокуратуре Череповецкого района рассказали, водитель пришел в себя и активно сотрудничает со следствием. В качестве причины аварии мужчины называют плохие дорожные и погодные условия. Просто ссылается на дорожные условия, потому что был мокрый асфальт, и он считает, что там колейность велика. Но экспертиза показала, что колейность в норме. А то, что мокрый асфальт, у нас, знаете, по правилам дорожного движения, каждый водитель обязан при наличии такой погоды выбрать такой режим движения, чтобы не было никаких проблем ни у него, ни у участников дорожного движения. Он не выбрал такой режим, скорость у него где-то 90 км в час, поэтому вот случилась такая авария. Сегодня решалось, будет ли дело рассматриваться в особом порядке. То есть, если обвиняемый признает свою вину и не будут против потерпевшей, выносить приговор будут без исследования доказательств виновности обвиняемого. При рассмотрении дела в особом порядке подсудимому не может быть назначено наказание более 2-3 максимального срока. Если же такой порядок не выберут, то прокуратура будет просить наказание, исходя из позиции потерпевших. Если родственники будут настаивать на максимальном сроке, максимальный срок будет озвучивать и сторона обвинения. Дату очередного судебного заседания назначат завтра. Ольга Соловьева, Сергей Павлов, Новости. К другим темам. Сколько источников выбросов действует на медкомбинате? Опасен ли дым из труб? Насущные вопросы об экологической ситуации в городе представителям компании «Северсталь» смогли задать сегодня череповецкие педагоги. Вместе с ними на важнейшие экологические объекты отправилась Вера Кучеренко. Среди зрителей только женщины. Учителя биологии, химии, но именно на эти, женские плечи, ложится большая ответственность. Стать экспертами в вопросах экологической безопасности. Рассказать своим ученикам, как на самом деле обстоят дела с экологическими проектами «Северстали». От них напрямую зависит благополучие города. Самое главное – это загрязнение воздуха, воды, далее, что происходит с отходами производства, куда они идут, где используются. На сегодняшний момент мы все ответы на данные вопросы получили. Очень интересная экскурсия. Полученную информацию теперь нужно грамотно донести до школьников. Именно поэтому экскурсия педагогов не ограничилась теорией. Учителей ждали на главных экологических объектах медкомбината. Установки улавливания неорганизованных выбросов в конвертерном производстве, шлаковых полях, а первый на очереди прут-осветлитель номер один. Часть водооборотной системы комбината. Сюда стекается вода чистого производственного цикла. Мы больше занимаемся механической очисткой. Мы следим за самим производственным процессом. Ничего лишнего мы туда, конечно, не сливаем. Потому что охрана окружающей среды – это одно из главных приоритетных направлений на каждой стадии производственного процесса. И так во всем отмечают специалисты. Будь то вода, будь то отходы, воздух. На Чернка действует более двух тысяч источников выбросов. Законодательно они нормируются по 80 веществам. Чтобы соблюсти нормативы, предприятие проводит специальный анализ, на основании которого принимаются решения. Где-то поставить фильтры, где-то провести другие экологические мероприятия. Но конечная цель – далеко не чистое небо над головой, как может показаться обывателю. Это возможно только в том случае, если полностью остановить завод. Главная цель – качество выбросов. На границе санитарно-защитных зон вредные вещества не должны превышать допустимых показателей. Именно за этим в первую очередь следят на медкомбинате. У нас Институт прикладной экологии и гигиены Санкт-Петербург нам делает проект раз в пять лет. Это колоссальнейшая работа, 18 месяцев работа ведется. То есть там замеры, изучение сырья, сколько чего летит, балансы все считаются, замеры. То есть каждый источник, каждый из двух тысяч определяется валовый выброс. Мы концентрируемся на тех источниках, которые реально дают вклад и которые на границе санзоны дают превышение. До конца года на медкомбинате планируют завершить все мероприятия по основным проблемам – пыли и сероводороду. На финишной прямой новая аспирационная установка. Строительство ее физическое закончено. На сегодняшний день идут испытания. Вот буквально конец октября, начало ноября должны быть проведены уже замеры на работающем агрегате. И, соответственно, по пыли мероприятия у нас будут все выполнены. То, что касается мероприятия по сероводороду, у нас также остается одно мероприятие со сроком исполнения конец этого года. Такие открытые встречи с педагогами города на медкомбинате проводят не первый раз. Возможно, скоро и для самих школьников будут устраивать экскурсии на предприятие. Эту просьбу в разговоре с представителями компании учителя выделили особо. Вера Кучеренко, Дмитрий Махов, Новости. Областной совет ветеранов возглавит первый командир Череповецкого ОМОНа. Организацией будет Геннадий Малышев. Такое решение сегодня было принято во время традиционной отчетно-выборной конференции Совета. Напомним, ранее пост председателя занимал Василий Смирнов. Геннадий Малышев больше 20 лет служил в органах внутренних дел Вологодской области. Неоднократно участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе. Награжден множеством орденов и медалей. Я полностью поддерживаю то решение, которое вы приняли по выдвижению кандидатуры настоящего боевого офицера Геннадия Александровича Малышева на должность председателя ветеранской организации. Потому что решение Василия Константиновича остаться в Совете, оставить пост председателя было высказано несколько дней назад на моей личной встрече. И кандидатура настоящего боевого офицера, человека очень популярного в ветеранской среде Геннадия Александровича Малышева я полностью поддерживаю. Высокая планка заданного ветеранской организации Вологодской области. Время идет, меняются многие подходы, поэтому будем что-то менять. Но основу, те традиции, которые заложены Василием Константиновичем, ветеранами организации, я думаю, что это все останется непременно с нами. Напомним, областной совет сейчас объединяет около 2000 первичных ветеранских организаций области. За 10 лет, когда им руководил Василий Смирнов, было реализовано немало социальных проектов. Сегодня же уже бывшему председателю вручили высшую государственную награду региона – медаль за заслуги перед Вологодской областью. Мне бы хотелось выразить слова огромной благодарности руководству областной организации ветеранов за активную жизненную позицию и конструктивное взаимодействие при обсуждении самых серьезных проблем. А также за то, что Вы понимаете необходимость принятия подчас не очень простых решений. Их принятие напрямую связано со сложной финансовой ситуацией в стране и области. Однако, несмотря на это, нам удается исполнять все социальные обязательства и поддерживать тех, кто нуждается в этом больше всего. Комфортабельное почтовое отделение, самое качественное обслуживание и лучший работник. Сегодня, подводя итоги, я хочу сказать всем работникам почты, почтовых отделений, почты России в целом, слова благодарности за то, что Вы делаете. Вы большие молодцы, в очень сложных условиях Вы сохранили организацию, Вы стремитесь сделать ее лучше, совершеннее. И я уверен, что у нас вообще получится. А мы, с моей стороны, Единая Россия, когда изотевали проект, и когда реализовывали его, для себя главной целью ставили, конечно же, не найти какие-то червоточинки, не найти какие-то проблемки, чтобы просто покритиковать, а оказать помощь Вам. Накал страстей, громкая музыка и полный отрыв. Рок-инициатива снова в Череповце. На этот раз в фестивальном марафоне музыкальный «Октябрь». Рокеры из Череповца, Волок до Санкт-Петербурга, Чага до Устюжной и других городов зажигали на сцене декостроитель. В атмосферу рока окунулась Анастасия Хаткова. Для группы «Ориентир» выступление на сцене строителя – дебют. Она образовалась только в марте 2015 года, но собрала уже опытных музыкантов. Приняв участие в рок-инициативе и музыкальном «Октябре», в этот раз музыканты решили поведать о любви. Рок-музыки очень много. Рок-музыка разная бывает. Мы играем позитивную, хорошую, веселую музыку для отдыха, для души, для того, чтобы человек мог расслабиться, забыть о своих проблемах на работе. Просто отдыхать, прийти на концерт. Желание показать себя, рассказать о наболевшем, зарядить свою команду и зрителей бодростью. Участники говорят, что пришли на фестиваль не за победой, а чтобы привлечь внимание горожан к череповецкому рок-движению. Мы захотели принять счастье в этом фестивале. Нам это интересно стало. Это решил наш гитарист, он решил, что надо выступать, поэтому мы собрались и выступаем. Всего на конкурс заявились 11 рок-групп. Среди них опытные участники и новички, но для представительного жюри все равны. Самое главное, видимо, энергетика, потому что рок-музыка, она вообще требует подачи такой серьезной, чтобы пробивать. Я думаю, что здесь неплохо звучало все и было очень позитивно, скажем так, как говорится, с молодежью. Оценивать современных музыкантов организаторы пригласили, как говорится, матерых волков рока. Они отметили, что музыка меняется с каждым годом. Новые тексты и аранжировки, оригинальная интерпретация уже известных хитов привлекают новых фанатов. И любовь к рок-музыке в Череповце не ослабевает, благодаря в том числе и фестивалю рок-инициатива. С каждым годом он разрастается, разрастается, то есть количество участников становится больше. Надеюсь, будут более качественно играть. В общем, спасибо огромное за организацию фестиваля мэрии Череповца, Дворцу строителей, Медиа-центру за информационную поддержку. Зрители подачу рокеров оценили и, не стесняясь, демонстрировали свое удовольствие от музыки. Ведущая радиотрансмитрия Катерина Крайс, для которой рок-музыка не самый привычный жанр, отметила, что по-другому на такую музыку нельзя реагировать. Вообще, я считаю, что нужно в жизни как можно чаще выходить из зоны своего комфорта и вливаться в какую-то новую для тебя среду. Я человек попсы, я бы сказала так, поэтому для меня рок – это что-то такое новое, необычное, но то, что заряжает бесспорно. Впереди всех участников ждет галоконцерт, на котором лучшие из лучших вновь подарят всему зрительному залу и самим себе заряд положительных эмоций, бодрости и желания сделать знаменитую рокерскую козу. Анастасия Хаткова, Анатолий Холин. Новости. Это еще не все. Смотрите во второй части выпуска. Рождаемость на Вологодчине увеличилась. На свет появилось на 118 малышей больше, чем за аналогичный период прошлого года. О положительной динамике и о том, что и способствовало, рассказали областные чиновники. В слет Орля, череповцы, учащиеся военно-патриотических классов, познакомились сегодня с воинской частью внутренних войск МВД и прошли полосу препятствий. Подробности смотрите в новостях канала 12. Перед волейболинскими северянками была поставлена сегодня задача на новый сезон. Команде предстоит защищать свой титул чемпионов высшей линии А. На традиционном предсезонном мероприятии побывал Владимир Сентябрев. Подробности в вечернем выпуске новостей. Не переключайтесь, вас ждет еще много интересного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Новая стоматология. Доброжелательная обстановка, индивидуальный подход. Новая стоматология. Все дело в улыбке. Проспект Победа 95, телефон 52-08-32. Осенний вальс и осенний вальс плюс. Новые выгодные вклады Банка БФГ Кредит. Высокие процентные ставки и привлекательные условия. Всегда ваш Банк БФГ Кредит. Х2О. Гармония семейного быта. Унитаз компакт СанТек. Всего 2690 рублей. Х2О. Подробности Череповец. Победа 93Б. Хороших дверей для вас еще больше. Межкомнатные, металлические, красивые и прочные. Ассортимент фурнитуры и ламината. Хорошие двери. То, что вам надо. Проспект Победы 105, Ленина 90 и Октябрьский 39. Хорошие двери. Мы в каждом районе города. Алло. Это магазин инженерной сантехники «Сантехника Люкс». Да. Мы открылись в Череповце. На Октябрьском 49. Дробь 1. У вас радиаторы есть? Есть. Очень большой ассортимент. А еще насосы, водонагреватели, счетчики воды, трубы и смесители. И все по очень хорошим ценам. «Сантехника Люкс». Выбор на 100%. Магазин «Шикарные двери» представляет входная металлическая дверь производства России всего за 6500 рублей. «Шикарные двери» на Рахе 54 и в Аксоне на Рыбинской 59. Народу никогда нету здесь. И быстро обслуживают. В кассах «Центр оплат» можно внести платежи за все виды услуг рядом с домом. При внесении платежей за газ комиссия 0%. Более 100 тысяч человек каждый месяц доверяют кассам «Центр оплат» по всей Вологодской области. Продолжаем выпуск. Вместо того, чтобы избавиться от долга, избавился от кредитора. Окончательное обвинение предъявлено черповчанину по версии следствия убившего своего друга. Само преступление произошло в Кадуйском районе. В местный отдел полиции обратился мужчина, обнаруживший в лесу рядом со своей деревней тело жертвы злоумышленника. По данному факту сразу же выехала следственно-оперативная группа МОДРСИ по Кадуйскому району. На месте происшествия был обнаружен труп мужчины. При осмотре было восстановлено, что смерть наступила в результате причинения 23 ножевых ранений. Полицейские установили личность погибшего. Им оказался 34-летний житель города Металлургов. Так, сотрудники уголовного розыска вышли и на возможного злоумышленника. Задержанный черповчанин друг жертвы объяснил, что должен был товарищ около 40 тысяч рублей. Тот постоянно напоминал о долге. В конце концов, подозреваемый решил расправиться с кредитором. Он придумал легенду. Якобы в Кадуйском районе есть знакомый, обладающий необходимой суммой. Заехав на автомобиле в лес около деревни Маза, череповчане остановились. Там и произошло убийство. Злоумышленнику грозит крупный срок лишения свободы вплоть до пожизненного. Они делают черный пиар, играя на доверчивости родителей. 12 детей внезапно умерли от аллергии на лекарства. Такие сообщения смогли увидеть череповчане в соцсетях накануне. Значимость информации придавал и список популярных препаратов и простуды. И просьба сделать срочный репост. Далее автор обрисовывал страшающую картину, будто реакция у детей была настолько сильной, что все скончались в машине скорой помощи. Не доехав до больницы, якобы полиция ведет разбирательство. Однако изъять из продажи все лекарственные средства не получится. Как рассказали нам сегодня в МВТ области, этот ужастик не более чем черный пиар. И гнуляет он по интернету с 2012 года. При этом текст практически не меняется. Однако то и дело находятся люди, которые без доли сомнения верят всему написанному и поддаются панике. В плане законности, да, она не указывает ни на конкретно какое-то лицо, ни на какого-то производителя или фирму, что вот они там некачественное дали. Состава преступления нет. Это, знаете, из-за раздела того, что разошли 12 друзьям, будет тебе счастье. Остается вот на совести. Больше касается морально-этических здесь сторон. Потому что такого факта в последнее время зарегистрировано не было. Уровень рождаемости повысился на Вологодчине с января по сентябрь. В регионе родилось почти 11 тысяч детей. Это на 118 малышей больше, чем в прошлом году. Эти данные озвучили в областном департаменте здравоохранения. По словам специалистов, достичь таких показателей во многом помогла процедура ЭКО. Данный метод медицинской услуги, он позволяет супружеским парам, у которых есть диагноз бесплодие, все-таки родить ребенка. В 2015 году порядка 600 супружеских пар могут воспользоваться этой медицинской услугой. Выстроена трехуровневая система оказания медицинской помощи беременным женщинам и роженицам. И самый высокий третий этап оказания медицинской помощи, он осуществляется в перинатальном центре Вологодской областной детской больницы. Продолжает работу и система дородовой диагностики врожденных пороков развития детей. Такая работа направлена на предотвращение рождения малышей с крайне тяжелой и несовместимой с жизнью патологией. Также отмечают специалисты, в этом году значительно снизились показатели младенческой смертости почти на треть. Орлята слетелись в воинскую часть под Череповцом. Школьников сегодня познакомились с жизнью солдат внутренних войск МВД. Кроме того, им предложили попробовать свои силы на настоящей полосе препятствий. Подобный выезд в действующую часть состоялся впервые. Рафик Исаев продолжит тему. Вторые сотни юнош и девушек сегодня пропустили занятия в школах. Вместо алгебры и литературы ребята изучали внутренние войска МВД. Очевидно, фотографии рядом с боевой техникой скоро разойдутся по социальным сетям. Это лишь часть выездного урока для учащихся из военно-патриотических и профильных классов Череповца. У нас полицейский класс. Акцент у нас идет на социальной науке. Но помимо этого мы занимаемся очень разносторонне. Розносторонне, на самом деле, у нас дети. Они участвуют и в городских соревнованиях, направленности такой патриотической. Ну и также мы участвуем в разных, например, по химии, физике. Олимпиады у нас хорошие результаты идут. Чтобы сегодня результаты были такими же высокими, юных гостей накормили солдатской кашей. Устроили урок с видеофильмом и рассказали о боевых традициях внутренних войск. История их начинается с 1811 года. Под Череповцом воинская часть была создана 8 июля 1991 года. В отличие от армейских подразделений, внутренние войска обеспечивают безопасность внутри страны. И юным череповчанам полезно узнать о своих защитниках. Достаточно закрытая часть. Куда так просто не попадешь. Ребятам это очень интересно посмотреть, пообщаться. Плюс у нас присутствуют ребята, которые вместе со мной служили здесь 20 лет назад. И отсюда уходили на территорию Чечни выполнять свои боевые задачи. Сегодня в слете Орлят приняли участие команды из четырех учебных заведений. Первую школу представил класс МЧС. Были кадеты из пятой, отряд Рысь из 28-й и воспитанники лицея АМТЭК. Каждой команде предстояло выполнение целого ряда заданий. Запланировано в ходе проведения общественной акции выполнение спортивных мероприятий, сдача нормативов, проведение интеллектуальных конкурсов. Пожалуй, самым сложным было в ветреную погоду сдать нормативы на улице. Судьи к своей работе подошли серьезно. Скидок никому не делали. У тебя сломала нога? Прюто, ну, ложитесь. Первая помощь при переломе ноги и приутоплении. Времени на размышления было немного. Оказывать помощь условным пострадавшим приходилось в ходу. Как признались некоторые участники, проще было на полосе препятствий. Организаторы исключили слишком сложные элементы. Хотя бежать с ящиком все же не очень удобно. На старт. Внимание. Марш! Бег по прямой, змейка, тоннель больше всего времени уходила на стрельбу. Ветер раскачивал мишень, да и навыков стрельбы из винтовки для страйкбола у многих не хватало. Причем девушкам приходилось справляться с испытаниями наравне с юношами. Парням бежать гораздо легче, потому что и сил побольше, и скорость может быть побольше. А так приходится и девушку за собой иногда тащить. Ну и следить, чтобы она рядом была. Слет Орля в Череповце состоялся впервые. Его провели при участии разных организаций. Но уже сегодня инициаторы заявили, подобные выезды будут проводить ежегодно. Рафик Исаев, Егор Плюснин. Новости. О спорте. Волейболистки-северянки узнали сегодня свою задачу на новый сезон. Большим сюрпризом для игроков она не стала. Команда будет отстаивать титул чемпиона высшей лиги А. Подробностью Владимир Сентябрёва. В прошлом году Северянка выступила триумфально. Проиграв за весь чемпионат всего один матч, череповецкие волейболистки с большим отрёвом заняли первое место. Естественно, снижать планку никто не собирается. Поэтому в предстоящем сезоне от команды вновь ждут только самый высокий результат. Я вас поздравляю всех с началом сезона. Задача поставлена капитаном. Курсанты будут поддерживать вас. И солдаты присягу они приняли с напутствием Вики. Теперь знают, что делать. Удачи вам в новом спортивном году. В каждом новом сезоне волейбольный клуб чем-то удивляет болельщиков, делая шаг в своём развитии. Новый исключением не стал. Впервые череповец представлен сразу в трёх лигах. Главной командой высшей лиги А. Молодёжной в лиге Б. А теперь ещё и Северянка-3. Она же молодёжная сборная России. Уже в пятницу дебютирует в первой лиге. Он с каждым годом. Резервское такое идёт перевоплощение. Второй команды в первую. И думаю, что для нас это очень важно. И это нам позволяет смотреть с перспективой в будущее. В межсезоне Северянка потеряла двух своих лидеров. Двух самых результативных игроков. На смену им пришли другие. И сегодня ряды команды торжественно приняли Наталью Шершакову. И команда снова в боевом настроении и готова к сражениям. Очень сильно в игре выросла молодёжь. Действительно, теперь не игроки второй команды, а игроки первой команды, которые будут помогать решать самые высокие задачи. Поэтому я думаю, что всё у нас получится. И мы будем показывать хорошие игры, которые будут радовать наших болельщиков. Чемпионат России выше Лиги А. Северянка начнёт 28 октября на своей площадке матчем против Олимпа из Новосибирской области. Владимир Сентябрёв, Егор Плюснин. Новости. Вологда Чеваката обыграла в Новосибирске Динамо ГУВД. Матч проходит сегодня на площадке соперницы. Закончился со счётом 80-73. Самой результативной в числе вологодских баскетболисток оказалась Анетта Штейнберга, на счету которой 21 очко. По 16 набрали Татьяна Петрушина и Бритни Джонс. Стоит отметить, что наилучший результат в команде соперника показала экс-чевакатка Кейла Александер, на счету которой 27 очков. Следующий матч вологды Чеваката тоже проведёт на выезде. В ближайшее воскресенье, 25 октября, в Ложань, в Волокжанке сыграют в Оренбурге против местной Надежды. И ещё об одном. Информационный портал 35 медиа признали одним из лучших на Северо-Западе. Сейчас в Санкт-Петербурге проходит 13-й форум СМИ Сезам. Участие в нём принимают и наши коллеги. Сегодня на форуме подвели итоги профессионального конкурса. Сайт 35 медиа попал в число номинантов в номинации для информационных агентств и интернет-СМИ за оперативность и точность подачи информации. Для портала 35 медиа это стало дебютом на Сезаме. Победителем же в интернет-номинации стал информационный сайт из Карелии. Всего на суд жюри прислали больше 360 работ. Здесь и телевидение, и печатные издания, и интернет-проекты. К слову, СМИ медиа-центра, в том числе и наш канал, не раз становились призёрами этого авторитетного конкурса. Мы смотрели новости сразу же после них. Прогноз погоды, продолжение судебной драмы «Защитник» и «Добрая комедия», где находится на филе от главной роли Владимира Меньшова. К этому часу все новости, в том числе и их, вы найдёте на нашем сайте 35media.ru. Всего хорошего. До встречи. Продолжение следует...